Нестандартные задачи из запасников математических олимпиад. 150 нестандартных задач и еще немного. Ну, конечно, говорить вообще с той нестандартной задачей немножко странно, потому что вообще большинство задачи нестандартные. Если стандартные, это упражнение называется. Когда вы заранее знаете, как что-то решать, это вообще-то называется упражнение, да? Или контрольные задания. Ну, вполне себе жанр, потому что очень-очень важный. Задачи, любая олимпиадная задача, по определению они нестандартные. Другое дело, что бывают у вас полегче, бывают потруднее. Дана окружность. И некоторый вектор. Вам разрешено на окружности взять какую хотите точку и сдвинуть на этот вектор. Получается, из точки А, точка А-штрих. Разрешено взять еще какую-нибудь точку, сдвинуть на тот же самый вектор. Получается, Б-штрих. После этого вы должны измерить вот этот угол. Ну, понятно, что есть два угла, надо взять тот, который повыше. Вопрос. При каких В и Э векторах окружности, какой максимальный угол? Дана окружность и дан вектор. Разрешено на окружности взять любые две точки, каждую из них сдвинуть вдоль вектора. Получаем, соответственно, две новые точки. Нас интересует угол А-штрих О-б-штрих, где О центра окружности. Когда вы откладываете вектор от этой и точку, значит, это сюда, от этой сюда. Ну, и здесь еще бывает ситуация, когда вектор длинный, тогда в любом случае выйдет за призовые дела окружности. А, то есть по направлению. Значит, вектор и длина. Вектор – это направление длина. Вектор задается некоторым направлением и своей длиной. Вообще-то, всю эту картинку можно повернуть, поэтому приспокойно можно считать, например, что вектор направлен в правом, как сонтально. Ничего это не натворит. Какая-то длина вектора меньше, чем радиус кроности, то ответство в 80 градусов. Замечательно. Как? Ну, просто рассмотрим. Надо просто провести вот так вот прямую, да? Параллельно. То есть вверх и параллельно прямую, да? Да. И дальше отложить вот так точек. Правильно? Или нет? Ну, можно так. Вот это одна точка, это другая. Можно так. И тогда здесь будет сколько? 180 градусов. Отлично. Так и пишем. Если длина вектора В меньше или равна R, то 180 градусов. Очень хорошо. А теперь вопрос. Если длина вектора В больше, чем В, то что? Рассмотрим. Сдвинем всю окружность на вектор В. И проведем касательное из центра. Итак, вот у нас есть так, высушенность, да? и сдвинутая окружность. Ну, давайте, значит, сначала В будет очень большой. Вот представьте себе, да. Да, и что? Ну, тогда рассмотрим касательное из центра окружности. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Идея здесь такая. Если вот это вектор В, то тогда точки А' и В' они расположены на вот этой окружности. Правильно? И, значит, какой наибольший угол? Когда касательное? Угол между касателями. А если В все-таки большой, но не слишком большой. То есть, вот так у меня центр окружности, а сдвинулось вот так. Тогда что? Ну, все, а мы можем рассмотреть. Такая цифика. На самом деле, все равно касательное. Потому что все равно тогда, ну, здесь вот А' здесь В, здесь В' все равно А' и В' мы выгодим здесь. И поэтому ответ будет что? Угол между касателями. Ну, я не очень богатый салон. Теоретика. Вообще, надо смысл понять. Если В' меньше или равное, то 180 градусов. Если же больше, то угол между касателями.